Сегодня отмечается День российского кино. Это не только профессиональный праздник всех деятелей киноискусства, но и тех, кто его искренне любит. 27 августа 1919 года Владимир Ленин подписал декрет о национализации кинематографа. С этого времени вся фото- и кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения, а дата стала официальным днем рождения отечественной киноиндустрии. Любовь Пермякова продолжит. Истории отечественного кино уже более ста лет. В России премьера первого фильма собственного производства состоялась 15 октября 1908 года. Это была семиминутная картина «Понизовая вольница» по мотивам народной песни о мятежном Степане Разине. Спустя 20 лет после первого в России кинопоказа увидеть большое кино смогли и жители Заполярье. Первая киноустановка на территории будущего города Наринмар появилась еще в 2016 году. Открылась эта киноустановка на лесопильном заводе «Стелла Повари». Примечательно, что руководство этого предприятия заботилось не только о прямом назначении сотовой завода, то есть переработке леса, но еще пыталось организовать культурный досуг своих рабочих. Позднее, с 1629 года, начинает работать первая кинопередвижка. Тогда она показывала жителям нашего региона, прежде всего, Нижней Печорье, только немое кино. Но 19 марта 1631 года была открыта окружная кинобаза. Первоначально сеть киноустановок в нашем регионе насчитывала всего лишь две киноустановки. Этого было мало, но уже в течение 30-х и начале 40-х годов сеть кинофикации в нашем регионе очень быстро растет. На Наринмаре появляется первый кинотеатр. Это кинотеатр «Актика». Свою трудовую деятельность в этом кинотеатре в должности киномеханика начала Анастасия Томилова. Через три года молодую энергичную девушку пригласили работать в Ненецкое отделение кинопроката. Там в должности директора Анастасия Кондратьевна проработала с 68-го года по 75-й. Вот составляю план, наверное, ничего не знаю, уж не помню. Да, план. Мы работали хорошо, выполняли планы, потому что телевидения не было тогда. И планы мы выполняли на 130, на 125, в премиальную получали. Все было у нас отлично. Но когда заработало телевидение, тогда уже меньше. Но все равно шли люди в кинотеатры. Для тех, кто не мог посещать кинотеатры, например, кочующие оленеводы, были организованы кинопередвижки. По словам Сергея Никулина, который в 1994 году возглавил Объединенную дирекцию кинотеатров и киноустановок, и в тундре, и в городе был полный аншлаг. Специфика нашего округа, что все-таки старались, чтобы в каждом населенном пункте была своя киноустановка. Ну и я считаю, что огромным достижением, успехом было то, что в 1983 году по количеству киноустановок, и не только по количеству, а по просмотру, по посещаемости киносеансов наш округ занял достойное место и получил награду, если я сейчас не ошибаюсь, серебряную медаль ВДНХ. Кстати, среди любимых фильмов, которые показывали наши и другие российские кинопрокатчики, был и советский фильм режиссера Аркадия Кардона «Великий самоед», снятый на киностудии Мосфильм в 1981 году. В основу фильма положена биография нашего ненецкого художника, сказителя и общественного деятеля Тыка Вылкин. Депутат – это хороший охотник. Водку пьет мало. Его все любят. Видал, как на курсах подковался? Мы будем жить по-новому. Великий самоед. И все. Причем зрителю не просто показывали кино, но и активно общались перед показом или после. Например, 70-е и 80-е годы прошлого столетия стали высшим показателем такого взаимодействия. Повсеместно организовывались кинопанорамы новых фильмов, кинолектории и клубы любителей кино. В центральных кинотеатрах особой популярностью пользовались в дни школьных каникул кинофестивали «Сказка». Их, будучи школьником, посещал и наш талантливый земляк Олег Трофим, который в 2018 году снял художественный фильм «Лед». Картина стала четвертой в рейтинге самых кассовых дебютов в российском прокате. Лед растопил сердца миллионов зрителей. Тем, как люди, просто люди приняли это кино, ну, насколько оно понравилось, насколько оно важно показалось. Сколько писем. Я огромное количество писем получил и в Инстаграме, и в Фейсбуке, ну, не почтой. Но, тем не менее, и до сих пор мне постоянно пишут, говорят о том, насколько это кино оказалось там важным или просто приятным к просмотру. Мне писала однажды женщина, говорит о том, что у нее трое детей, у младшего какие-то серьезные проблемы со здоровьем. И вот посмотрела этот фильм и поняла, что ни ей нельзя сдаваться, ни ему нельзя сдаваться. И они снова поднимаются и идут заниматься какой-то реабилитацией, чем-то еще. И, ну, так много было таких вещей. И меня это, честно говоря, ну, это шокировало. Кстати, кто соскучился по большому экрану, радостная новость. Кинотеатр «Арктика» вновь распахнул свои двери для долгожданных зрителей. Киносеансы возобновились 14 августа. Здесь можно будет в ближайшее время посмотреть приключенческую фантастику, триллеры и мелодрамы. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».